В Тверской области истоку Волги присвоен статус памятника природы. Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. О том, что дает территории новый статус и какие санкции могут грозить нарушителям, об этом в нашем материале. Исток Волги – уникальная природная территория, расположенная в Осташковском районе Тверской области. Именно здесь берет свое начало одна из самых крупных рек в Европе. На протяжении последних нескольких лет это место имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значения. По мнению губернатора Игоря Руденя, они должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Тверской области. А не так давно этой территории был присвоен статус памятника природы. Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Тверской области, которое провел глава региона. Отныне в его границах запрещается всякая хозяйственная деятельность, угрожающая сохранению и состоянию охраняемых природных комплексов и отдельных видов животного и растительного мира. В том числе отвод и самовольное занятие земель под любые виды пользования, проведение рубок леса, строительство дорог, линий электропередач и других коммуникаций, а также многое другое. Если мы говорим о туристах, которые туда массово приезжают в летний период, в осенний и весенний период, то есть им нужно ориентироваться на те места, которые там специально созданы, и осуществлять свой отдых именно там. Потому что в случае появления их уже за пределами этих мест, они могут только за это понести административную ответственность с предместительной статьей 8.39. Если вдруг они там что-то накопают, ломают кустарники, попилят деревья, здесь уже ответственность наступит по другим статьям в зависимости от размера причиненного ущерба. Кроме того, территория подобных объектов попадает под лесное и водоохранное законодательство. Также в Тверской области продолжает действовать особый противопожарный режим. А потому, отправляясь на отдых, стоит внимательно отнестись к тому, где и как вы проводите свое свободное время. В противном случае несоблюдение простейших правил может обернуться солидными денежными штрафами.